Международный проект «Время молодых» продолжается. 15 ребят из Сирии, Египта, Абхазии, Узбекистана, Казахстана и Беларуси уже успели ознакомиться с волонтерской организацией «Ресурсный добровольческий центр» и его активистами. В теплой дружеской атмосфере Чаепития молодые люди из разных уголков планеты обсуждали вопросы патриотизма, экологии, донорства и многие другие важные вопросы, которые сегодня являются одними из актуальных. Белорусский Республиканский Союз молодежи активно принимает участие в форуме «Время молодых соотечественников». Это уникальная возможность обменяться опытом, получить для себя какие-то новые навыки, знания, подчеркнуть интересные нюансы, моменты, которые можно внедрить для своей работы. Параллельно для участников проекта проходит масштабная экскурсионная программа по историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга и по центру Ленинградской области Гатчине. Ресурсно-добровольческий центр — это подвесное учреждение Комитета по молодежной политике Ленинградской области. И основная наша задача — это как раз развитие добровольческого движения на территории нашего региона. Но, тем не менее, мы не останавливаемся на одном направлении. Мы работаем с огромным количеством молодежных сообществ. Это и молодые семьи, и ребята, которые причастны к формированию уличной культуры и спорта. Это ребята, которые участвуют в грантах, в форумах, люди, которые занимаются развитием экосистемы молодежной политики в целом. Очень разный круг молодежных сообществ, которых мы стараемся объединять под единым лозунгом «Команда 47», «Команда нашего региона» и делать так, чтобы эти люди чувствовали свою поддержку с нашей стороны, ну и, соответственно, отдавали частичку себя нашему региону. Поскольку это мой первый раз в Ленинградской области, честно, меня было очень удивительно, что все такие молодежи, они участвуют в такие мероприятия на самом деле. И я видел просто много разных регионов здесь, вот в Ленинградской области, все участвуют, все такие активные, у них такая мотивация просто изменить все, что вокруг к лучшему. Поэтому, честно, у меня просто вот я в восторге все, что вижу сейчас в данный момент. Еще одним важным пунктом в маршруте стала встреча с представителями Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», где рассказали об угрозах сегодняшнего времени, опасности в сети и потребностей доносить информацию до молодых людей, используя самые разные формы и возможности. Кульминацией проекта «Время молодых» стала одноименная премия, в рамках которой прошел открытый диалог с экспертами. Его тема – сила в людях. И действительно, главной движущей силой любых стран и национальностей является активная молодежь. Открытые вопросы и искренние пожелания от спикеров мероприятия, награждения и вручения памятных подарков завершила вечер шоу-программа. На этом встреча молодых журналистов заканчивается. Впереди новые планы и совместные проекты. Ольга Франкевич, Санкт-Петербург.